Евангелие от Луки, 5 глава, 1 по 11 стих. Евангелие от Луки, 5 глава, 1 по 12 стих. И наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним. От этого лова рыб они ими поймали». Также Иакова и Анна, сынов Заведеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисусу, «Не бойся, отныне ты будешь ловить человека». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. До сего места. До сего места я хотел бы порассуждать на этом местном писании, рассуждать и просто увидеть, что как Бог плакал в разных ситуациях, при разных моментах. Знаете, была такая, он такой пробужденный, он такой в Англии, Иисус шел, его люди теснили, он пытался что-то говорить, они его не давали, задние ряды уже не слышали, что там спереди творится, уже не видели, не слышали, не понимали. Народ толпился, теснился, да, в какой-то момент он увидел эти лодки, в одну из них сел, как-то отлыть учу, чтобы народ-то меня, в общем, не затоптал. Понимаете, насколько было жарко слово, да, вот в то время, насколько было пробуждение, вау, Иисус, все ломятся, все вот ждут, все жаждают, все хотят услышать, даже ругаются. Вот мы о чем сегодня говорили, да, вот сегодня вот молитвы, не наступает, не надо, чтобы этот ряд был теснее, да, чтобы вот нам хочется, мы этого, мы этого, знаете, как бы молимся о том, чтобы действительно прорыв был, чтобы было вот духовное пробуждение, да. А там было, знаете, было, Иисус взял, отстранился, отдалился, так, чтобы за ним было видно, и с моря, знаете, не с моря, там, озеро, с воды этой доносился звук, потому что звук он отражается, и им как-то более слышнее это, чем бы он в толпе стоял, что-то говорил, кричал, задних бы вообще ничего не слышал. Вот, и понимаете, вот он отплыл, отплыл, и вот мы знаем, что вот какие-то вещи сдалека рассматривать больше, больше наслаждений, больше вида, чем вот, а вот, да, вот, и вот он отплыл, и начал им говорить, он их учил, что-то рассказывал, раздоказывал, вот. И когда перестал учить, когда перестал учить, он говорит Симону, слушай, отплыви на глубину, да, за лобровину, отплыви на глубину, понимаете, ну, вот пришел сюда, вот пришел, начал учить. Слушай, сидели люди, занимались своим делом, умывали сети, где-то там прорубачивались, он говорит, слушай, давай, отплыви, мне нужно вот как-то отдохнуть, ну, хорошо, ладно, отплыви, ага, ну, все, ну, вот, ты закончил свою библиотскую школу, ты закончил, говори, все, все, сдали, мы продолжаем, нет, подождите, они как бы думали, что он сейчас наговорит, наговорит, расскажет, что-то покажет, и все, и скажут, ладно, ребят, давайте занимайтесь, я пошел дальше, да, ну, как-то, вот, а он сказал, нет, нет, подождите, мне нужно еще, мне нужно, чтобы вы отплыли и начали ловить свою библиотскую. Понимаете? И, и, и этот момент, он у каждого из нас есть, у нас, у каждого есть ситуации, которые мы не можем лишить годами, вот они ловили, которые были, да, ловили там всю ночь, ничего не поймали, он сказал, учитель, мы ловили всю ночь, ничего не поймали, мы куда еще закидываем, да? Да? И у каждого из нас есть вызов Иисуса, а мы реагируем, слушай, ну, мы же молились, ну, сколько можно? Мы же простили, провозглашали, и, и, и стояли вот в проломе даже, да? Может, даже пост брали по такому плану, ну, сколько можно? А внутреннее состояние, да, давай еще, еще шапку, еще, давай еще раз вот повтори. И это, наверное, хорошо, только по слову твоему, только из-за тебя, даже не из-за того, что эта рыба там, она мне нужна, да, то есть, это ее бизнес, но в какой-то момент он говорит, хорошо, по слову твоему закинули, все эти, отплыли и закинули, да? Вот вы знаете, вот этот момент, когда, когда человек говорит, Господи, ну, я без с тебя, я ничего не могу. Но если ты еще говоришь мне что-то сделать, хорошо, давай, давай ты сделай. По Слову Твое. Иисус говорил, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом исходящим Иисус Божий. Знаете, такой момент, когда они не сидели и Библию не читали, да, когда они не сидели, Торни изучали, когда они не сидели и не рассматривали этот закон Моисея, как должно поступать человеку тому, тому, тому. Они грабили, не убивали, не прелюбодействовали, не это самое, что по закону здесь сказано, да? А ему Господь сказал, возьмите, отплывите на глубину для лова рыбы. То есть он им четко дал понять, зачем вы туда и плывете, зачем вы туда плывете, какие ловы. А потом по Слову, по Слову Бога я к чему хочу сказать? Я хочу сказать тому, что глубина наших отношений с Иисусом, она должна приводить нас к тому, что мы слышим, что Он хочет от нас. Знаете, вот такой вот момент, не просто пришел в тайную комнату, отрабанил свои проблемы, вернулся и пошел. Ну да, легче стало же, да? Выговорится, стало легче. Бывает такое, выговорится человек, да? Становится легче. Вот когда человек приходит на консультацию, приходит на какой-то такой разговор, да, вот, приватный, он говорит, пастор, мне нужно сказать тебе, да, выговорился. А потом, порой не хотят слышать и понимать, что Бог готов говорить через этого же самого священника в твою жизнь. Знаете, люди высказываются, им становится легче, они выплеснули все, что было, накопилось, им вроде легче. А чтобы ситуация поменялась, нужно слово от Господа. Вот он сказал, знаете, закину, закину по слову твоему. Ну пойми, мы трудились, мы уже молились, что-то мне нового скажешь. Иди молись, да мы молились. Что-то мне нового скажешь. Иди, иди вот сделай так, да мы уже переделали, что-то мне, мы уже столько вариантов. Это перебрали, это, это. Ну то есть, понимаете, да, вот в каких-то моментах. А слово от Бога, оно, понимаете, оно не новое, оно просто от Бога. Вот когда ты знаешь сам себе, что иди и лови эту рыбу, они ловили, барахтали, они же профессионалы, они знали, когда идти, когда клюет, когда лов будет пятой, десятой сетями, преднями они там ловили. Это не на удочку сидеть, спортивная, знаете, рыбалка. Я, конечно, ничего против не имею, но я просто думаю, что это лишняя трата времени. Вообще, да, скучно. Но люди в этом находят удовольствие, понимаете, люди в этом находят какой-то спортивный интерес и азарт. А вы не в бизнес. А тут бизнес, а тут семьи голодные. Тут, ну, более как бы ответственные, серьезные. Да? Хобби – это классно. Это для души, да, это вот, да, на природу, на погоду. Я вчера ехал, какая красота происходит. Правда, такая красота. И идем, как выехать, говорю, господи, я не знаю, какие там дороги, у нас же метели-то, да? Вот. А люди для бизнеса. Они расчистили эти дорожки, они сделали вообще все. Все идеально. Там, это все помостки, они, каждый кирпичик видно было. Знаете, то есть мы ездили на встречу, это было на Чудском озере, это было там, где домашние, доми, домищество вот эти, да, где обычно отдыхают. Господи, после этого Бурана, прогребемся ли мы туда, ну, я вот как бы молился тоже, да? Оказывается, люди для бизнеса готовы сделать горы, горы снега, еще что-то, я не знаю, какими-нибудь там тракторами, там даже все кирпичи, дурно, выметено было. Ну, Господи, надо же. Ну, постарались. Вот люди делик опять. Ну, вот бизнес, да? Ну, то есть мы понимаем, эти люди тоже старались. Я к чему? Я просто странную, что 21 век и 1 век нашей эры, он ничем не отличается. Люди стараются, люди пытаются, люди... И вы знаете, он ничего нового не сказал. Отпловить на глубину до нового людей. Это было голос Божьим, это было слово Божьим. Ничего нового не скажут. Знаешь, что это стало? Давай молиться. Знаешь, что, брат, давай войдем в пост. Или там еще какие-то вещи, так? То есть неважно, это ничего нового, это ничего сверхъестественного, но это было слово от Бога. И когда человек становится на Божье Слово, доверяя Богу, да, он не видит выход, да? Он доверяет, хорошо по слову твоему сделает. Мы видим результат. Мы видим, что происходит, да? Он зовет на глубину в познании его воли. Вот он нас зовет и говорит, знаешь, а у меня есть слово для тебя. А ты вот будь здесь в покое, а я тебе дам дальше, что идти, что делать, что, как, да? Авраам, отец верный. Собирает свое семейство, иди туда, не знаю куда, делай что, не знаю что. И вот давай. А ты пойдешь, двинешься, я по пути скажу. Вот, да, вот как-то так. Авраам, куда будет, царь, да? Туда идет, куда чего? Ты не знаю, он сказал, вставай, собираю весь добрый день. Иди на восток. Ну, то есть, да? Он говорит, ты все на этом. Вот этот момент, да? Но свою волю мы знаем. Своё желание, свою позицию мы знаем. Господь, ты же видишь, братья, сёстры, вы же понимаете, да, что я хочу? Я хочу денег. Я хочу обогащить. Я хочу, чтобы бизнес стоял твердый. Я хочу, чтобы... Мы знаем своего, каждый свою волю знает. Я за детей хочу, я за дом хочу, я за работу стабильную хочу, я в нормальном, стабильном государстве хочу жить. То есть, никто не желал бы, чтобы вот катаклизмы, какие-то перипетии там, да? Кто желал, да, чтобы вот эта вот пандемия всякие, войны и прочее, но никто не желает. И мы знаем свою волю. А Бог открывает свою. И свою... А вот как Он всё устроил, да? Есть момент познания, как Он замыслил по отношению к нам. Оно вразрез, оно может быть вообще противоположность. Я-то думал, так? А я-то тебе вот так мечтаю. Да? А это мы, есть люди. Я думаю, риск, я посмотрю, да? Тысячи не спасаются. Видишь? Такие залы, такие, я их, я-то, да, возьму тебя в служение. Да, вообще выдающийся товарищ. У него, у него тысячи, у него прям стадионы каялись, у него прям... А кому-то может быть есть одного за всю жизнь. Принести ко Христу. Это будет огромное, огромное, вы знаете, то, что ты сделал, что о тебе Бог сказал. То, что Он тебе, да? И ты должен знать эти вещи. Может, ты уже готов стадионы приводить к покаянию? А может, тебе нужно сделать ещё один шаг к тому, чтобы тот человек приблизился один, один вот, я не знаю, сколько, сколько люди лет бывает ловятся по 20, по 30 за одного. И где-то в конце жизни или уже после смерти, да, черкается человек, а вот его мама, его там бабушка мечтала, видела, знала, что Бог говорил ей, что вот твое призвание. И какой-то момент перехода из жизни в вечность человеку дает вот этот последний капли, где Бог укаялся и принимал Христа, да? Вот бывает эти случаи. То есть мы живя на этой земле, мы знаем, что много разных всяких моментов. И поэтому мы знаем, что эта история, она закончилась богатейшим уловом. Две лапы поплыли, полные там перегружения, теперь это самое. И вот очень важный духовный урок, что без Христа мы ничего не достигнем. без его слова. Без вот этого момента доверия мы ничего не сможем. А вы знаете, как вот познать тайны, глубины, мечту Бога о нас? Нужно быть с ним близко, в тесных отношениях. И все. Вы знаете, многие вещи, которые вот не знают люди о моих каких-то тайных, ну не то, что тайных, но скрытых от общества, скрытых от людей, да? Вот. Знаю, моя жена. Характер, привычки, какие-то вещи, да? Почему? Потому что мы с ней близко общаемся, и мне даже не надо говорить, а знаешь, у меня есть тайны, я тебя открою. В какой-то момент она ее увидит, в какой-то момент она ее поймет, потому что по поведению, по общению, по себе, мы знаем друг друга. Чем ближе друг к другу, мы видим каждый момент, вот каждый прыщик, каждый какой-то, да? Даже на уровне взгляда, люди вот на уровне взгляда, даже на уровне вот каких-то вот за 50 лет совместной жизни люди вообще между собой могут не разговаривать и иметь вот эти вот отношения такие, которые вот просто взглядом понятны. Все. Срочно надо что-то делать. Я просто вспомнил, Геннадий дали, все, дыши не так, вау, еще что-то, вау. То есть, понимаете, по дыханию, по взгляду, по мимике, по жесту, там, там уже не надо много говорить, люди знают друг друга, они уже понимают, они уже чувствуют, они уже вот, да, и мы иногда выделяем, интересно, как это это, а вот так, вот так. Люди могут, могут носить в себе столько обиды, ненависти, злости, какой-то вот, да, не подо мной обиды улыбаясь. Мы пришли, здравствуйте, да, да. И чем ближе мы общаемся, тем больше мы понимаем, особенно муж, жена, они вот соприкасаются, да, на работе у меня даже вот есть товарищ, да, и вот. Я говорю, ну что, начнем, ну там какую-то деталь, надо вместе, он меня позовет, а вместе сварить, да. Ну что, начнем, я знаю, какую фразу он дальше скажет. Я говорю, давай вот без этого, потому что там бесплатно, да. Потому что, понимаете, есть вещи, которые люди, я прислушиваю, это вообще настолько предсказуемо. Ну потому что, вот работаешь с человеком, да, одно и то же делаешь, как бы вот, какие-то, одни и те же ситуации повторяющиеся, я уже просто характер человека вот изучаю, даже вот в работе, еще в чем-то. Поэтому, чем ближе мы с Богом, тем больше открывается его тайна. Он, он не скрывает нас от себя, но, живя в близости, мы просто познаем, мы познаем. Мы сдалека мы видим, да, у пастора это жена, а поближе, ооо, они еще кушают, ооо, они еще в туалетах, ооо, у них еще дети, а такие же дети, как и у нас, ооо, они еще уроками занимаются с детьми, а у них, оказывается, еще есть вот эта вот обязанность накормить семью, да, чтобы все классно, а я-то думал, пастор это, ооо, непожительное там. Нет, понимаете, и чем ближе вот так вот, и тем больше люди понимают, что все мы двигаемся по этому пути, все мы чего-то стараемся выйти на уровень более близкий с Богом, более близкий со Христом. И моя задача даже не то, что контролировать, а привести нас в это состояние желания быть ближе. Он говорил, у нас было, было собрание команды служителей, я говорю, знаете, мы все идем, мы все учимся, но есть момент, когда мы приходим в близость с Богом, и то, что я говорю здесь, это не новости я открываю, я просто подтверждаю ваше отношение со Христом. Вот ты сидишь и говоришь, точно, было мне в молитве, точно, я уже слышал это, точно, я на этом утверждаю, что Бог главный, допустим, Бог милостив, Бог целитель и многие другие вещи. Я не собираюсь удивлять здесь никого, я собираюсь просто укрепить и подтвердить то, что вы имеете в своих отношениях с Богом, в своих отношениях, потому что Он также имеет отношение со мной. И тот запрос, который я имею по отношению к Нему, я говорю, Господи, что, чем жаждет, чем живет этот народ, открой мне, чтобы мне им просто прийти и подтвердить, чтобы укрепилась вера, чтобы вдохновились люди, чтобы они шли и дальше двигались ближе, ближе, ближе к присутствию Его. Знаете, этот момент, когда мы говорим, что я буду дать славу у тебя 24 часа в сутки, каждую секунду ты свят и милостив. Да, наш дух, соприкасаясь с Духом Божиим, он каждую минуту. Наши физические потребности, какие-то моменты, они каждую минуту нужны и важны. Если мы читаем Ветхий Завет и говорим, что это про образ нашей духовной жизни, то там просто говорит Господь, ты, когда захочешь, в нуждень, берешь лопатку, идешь, копаешь, закапываешь, все, приходишь, моешь руки и ты чистый. Аллилуйя. Это все духовно. Это все Бог говорил к народу досконально, как им жить, что им, гигиену соблюдать, еще какие-то вещи. Поэтому моменты физических вещей, это тоже милость Божья. В моменты поесть, понимаете, у кого-то проблемы, нет аппетита. Это плохо. Организм не наполняется, витаминами не освещается, кислородом, еще, когда аппетита нет, можно эту траву напихать, да. Люди лежат, если уже лежат, я понимаю, их через трубочку там всякими витаминами кормят, это нехороший вариант. А представляете, если бы не было благословения, то, в принципе, тоже нехороший вариант, понимаете, тоже. Поэтому милость Божья, она проявлена в нашем организме со всех сторон. И когда все это, клапан вообще росла, и наоборот, когда запор, тоже плохо. То есть, в любом случае, Бога благодарить надо за то, что мы живем, движемся, существуем. И это его духовный закон, это его милость к нам, это его любовь, проявленный через мудрость, как он соделал организм, как он соделал нас. И поэтому говорить что-то духовное, что-то недуховное, понимаете, просто, когда мы приближаемся, мы начинаем понимать и познавать, насколько Бог благо. И поэтому, когда мы говорим о том, что без Христа мы не можем ничего, результатом нашей борьбы интеллектуальной становится вот этот момент, принять не принять, послушаться не послушаться. Все отсюда началось. Вот там мы ем, и все началось отсюда. А правда ли? Ну, правда ли. Ну, тогда же тебе уже сказали, что тебе еще надо. От одного дерева в саду нельзя было вкушать плодов. От дерева в познании зла, добра и зла. Да? А второе дерево рядом стояло. Дерево жизни. Ешь сколько хочешь. Понимаете, с одного дерева только нельзя было. Второе дерево жизни можно было. Если бы они ели с дерева жизни, жили бы счастливо, весело, дружно, и все, и не парились бы. А так как в такой момент тогда уже дерево жизни пришлось защищать, чтобы вообще он там поставил с мечом, а не подпускал никого к этому дереву жизни. Потому что если бы люди вкусили от древа жизни, они бы жили вечно в своем вот этом состоянии. Если мы встретимся вот со святостью, со святостью Бога, с его отношением, с его планами о нас, в своих отношениях. Если мы встретимся, мы увидим, и мы поймем, кто мы во Христе. Мы поймем, зачем мы здесь. Мы поймем свое предназначение, мы поймем, насколько, насколько велик и благ наш Господь во всех ситуациях, какие бы они происходили. Потому что любящим Его, живущим по Ему изволению, все содействует ко благу. Понимаете, это слово говорит нам в ободрении, что не переживайте, Бог знает, не переживайте, Бог слышит. Не переживайте, Бог проводит для того, чтобы... Потому что сердце человека, оно не звучит, оно мукавое. А вы понимаете, мы можем говорить одно, а имейте в виду другое. А Бог, видя сердце, просто допускает какие-то вещи, чтобы что-то сказал, Господи, я без тебя ничего не могу. В этот момент немощи приводит нас в благословение Его величия, Его силы, Его славы. Момент немощи. И духовная жизнь – это вообще работа благодати. На самом деле, духовно жить мы не можем. Вот сами по себе. А давайте я буду супердуховным, да не будешь ты. Как бы ты ни читал, ни учил, ни вдохновлялся, не назидался этими книжками, но пережить прикосновение Духа Святого, пережить присутствие Божье, духовная работа – это работа благодати самого Господа к нам. То есть, да, вот мы можем взять бутылку воды, разглядывать и говорить – это вода, она жидкая, она прохладная, она вкусная, она... Но жажда не перестанет, да и сколько ни говори – сахар, 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 да, во рту слаще не станет. Да мы просто взять и распробовать, да. Поэтому и с водой так же, поэтому и с Духом Святым так же. То есть, поэтому с присутствием Божьим тоже так же. Я могу рассказывать вам сколько угодно, но если, если вы это не переживете, если у вас не зародится жажда на то, чтобы пережить его отношение, его присутствие, дай все эти проразглашения, дай все эти лозунги, да, вот все вот эти вот… Сердцем могу делиться, раскрыться вот полностью, да, разложить по полочкам, как проходит моя духовная жизнь, как я практику эту, практику о создании присутствия Божьей, я не тоже прохожу, я так же двигаюсь, так же молюсь, я прохожу, я откройся мне в этом, покажи мне что-то, какие-то вещи, вот. Я все делаю так же, как и любой из вас. Почему? Потому что, возрастая в Боге, мы можем возрастать только в тесных отношениях с Ним, к другому войти в это состояние, то нужно позволить себе попросить Господа войти в нашу лодку. Он сам сказал, слушай, давай это, я войду, отплывем, и мы это, я там что-то, да, но нужно позволить войти, потому что когда-то он просто проходит мимо. Он прошел мимо одной лодки, пошел в другую. Да? Вот мы как-то вот мимо одной прошел, в другую сел. А там была лодка Симона. Вот это Симонова, та Якова. Ну, там сын Зеледей тоже на лодке были, да? Потом подплыли на помощь. Но факт тот, что, понимаете, он в лодку Петра сел, Симона в лодку, а в лодку Якова он не сел. Ну, то есть, понимаете, а можно было попросить, чтобы он вошел? Он сказал, Господь, видите, Господь, двигайся, Господь, возьми эту ситуацию под свой контроль, в конце-то концов. Сколько мы можем вот своими мозгами барахтаться, плавать, плавать, и ничего не поймать. Мы же понимаем, мы нормальные, здоровые люди, мы хотим видеть результаты. Из всех вот этих вот моментов. Вы знаете, какой есть результат от отношений с Богом? У меня брат мой, наверное, говорит, слушай, о, ударился в Бога. Ну и что тебе твой Бог? Я вам прошу, прошу, семью кормить надо, а ты как? У меня тоже детей не голодают. Но мой Бог, понимаете, он благ, он мне дает мир, он мне дает радость, он мне дает будущность, надежду на завтрашний день, на после завтрашнего дня. Я имею планы на 23-й год. Я верю, что мы выйдем, прорвемся, двинемся. Почему? Потому что у нас отношения, у нас доверие, уровень доверия нашего до Бога выше станет. Просто веря, я надеюсь на то, что мы, как собрание, мы, как каждый из братьев и сестер, будем иметь более повышенное доверие, чем в прошлом году. Понимаете, вот хочется выйти из силы в силу, из славы в славу, из доверия в доверие. Из одного уровня на некий другой уровень, где он сказал, я покажу великое и недоступное, чего не знаешь, чего не слышал, чего не видел, просто покажи, открою дары таланты. Знаете, я был вчера тоже приятно удивлен, среди, среди, у нас была встреча, да, с командой слушателей. И был просто стих этот сказан, да, вот просто вот, Господь-то благ. У нас есть люди, которые стихи пишут. Мы еще не знали. Слава Богу, понимаете, вот есть, раскрывается. Я просто вот был приятно вот удивлен, вдохновлен, что вот братья стихи пишут. Нет, я вообще, я до сих пор в таком состоянии говорю, Господь, ты благ. Вот не подумал бы. Я говорю, мы еще песни писать, мы еще будем поклоняться на стихи и музыку наших людей, которые вот отсюда, понимаете, из глубины сердца, из источника жизни. Он сказал, я источник жизни. И из вас потекут реки воды живой, если вы только впустите, доверитесь и дадите вот эту возможность, да, познание, отношение. Вот чтобы глубоко войти в духовную жизнь, мы должны отказаться от твердой почвы картака. Помните, я говорил вот на уровне вот этого вот видения, где Езекиил увидел, да, вот по щеку, по колено, еще как-то, вот плыть в течение, да, зайти на глубину, зайти на глубину, именно зайти и сказать, Господь, я хочу зайти там, чтобы от меня вообще ничего не зависело. Вот в эту ситуацию хочу там войти, чтобы от меня вообще ничего не зависело. Вот понимаете, они плыли на этой лодке, Иисус спал на корме, и тут вдруг что? Тут вдруг бурен, это другая история, но не важно. Факт тот, что тут был шторм, тут была буря, тут было присутствие Божие, и люди не чувствовали себя в безопасности. Почему уровень доверия низкий был? И в какой-то момент Господь говорит, Господь говорит, слушайте, да коли я буду с вами, маловерный, что ли так болезненно, что вы так трясете, я-то с вами, что вы трясете, что не доверяйте, что ли, никого, что проблема. Вот то есть, знаете, он так мог выразиться, это вот перевод у нас такой, да, он говорит, что вы так боязливы, маловерные. Он много раз так, несколько раз говорил о ченихах, но в Евангелии что написано. А еще то, что не прошло в Евангелии сколько раз он сказал. Ну то есть, я хочу сказать, что уровень доверия был близким. Уровень доверия, у нас вообще у каждого есть уровень доверия, кому-то мы больше доверяем, кому-то меньше. Но Господь желает вывести нас в новом сезоне на новый уровень доверия. Понимаете, то есть тот момент, когда мы говорим сейчас о культуре поклонения, когда мы говорим о культуре почтения, когда мы говорим о том, что мы, давайте будем растворяться в его присутствии. Просто иметь вот эту практику осознания его присутствия. Здесь такая практика. Люди живут, люди двигаются, люди вдохновляются через это, люди получают откровение через это. У людей видение, у людей сны. То есть, понимаете, Бог двигается, Бог открывается, Бог показывает. Будешь со мной ближе, и ты знаешь, какой покажу? Ого-го-го. Писание, он за 700 лет показал о Христе какие-то вещи. Это насколько были близкие отношения? Да, вот человек стоял в храме, поклонялся. А евреи, они же как, вот так поклоняются. Они же не просто там молчая органная музыка где-то там сверху шерестит. Они поклонялись там, евреи, они же знаете как, поклонялись. Вот. Ну стояли, все поклонялись, орали, бежали. Ну там, до Бога, знаете, вот все со своими хвалой, благословением. Он не стоял в храме. Стоялся, поклоняются все это. И услышал я голос, да? Кого мне послали? Он услышал голос внутри, в духе. Он услышал голос только потому, что там были личные тесные отношения, что там было доверие. Кого мне послали? Слушайте, что, ребята, вы не слышите? Бог зовет, кого послали? А аааа, ааа, ааа, аааа. Недослышание. А он стоит, а вот кого мне послать, да? Кто пойдет для нас с ним? Вот я, пошли меня. Я человек с нечистыми устами. Я не тот, который бы вот взял на себя дело Божье и пошел дальше. Я не тот. Будешь тот. Будешь, я очищу тебя, освещу, а мой, пойдешь, да, сделаешь, все будет классно. Давай, Исаи. И там еще куча вот таких вот моментов, которые, за которые люди хватались за камни, чтобы побить, чтобы, потому что люди не слышали, люди не понимали. Многие пророки, вот мы с вами в прошлый раз, да, я говорил, что они, они были в пренебрежении, были в таком состоянии, где Бог хотел просто показать через их состояние свое состояние сердца по отношению к этому народу, да? И вот эти моменты, они, они настолько, а эти люди, они были благословенны. Эти люди, на самом деле, были счастливы, что они исполняют божье. Хотя со стороны, казалось бы, бедолага, смотри, женился там знакомым. Он бедолага готовит какие-то там блинчики. То есть, какие-то вещи, какие-то вещи Бог показывает, а эти люди счастливы, потому что они исполнили то, что Бог повелел и сделает. Послушайте, вот этот момент, когда мы доверяем Богу, мы обретаем мир, мы обретаем радость, мы обретаем чувство довольства. Великое приобретение, да, вот это приобретение, мы его и имеем. Через доверие, приобретение великого довольства. И мы должны бороться с тем, с чем мы можем бороться, не пытаясь бороться с тем, что нам не под власком. Что мы не можем, Бог может. Мы не можем с чем-то бороться, Бог может. И не всегда наши чувства, они поддаются нашей воле. Почему? Потому что в какой-то момент нам, нам не следует, не следует контролировать какие-то вещи. Вот мы видим, да, собрание где-то. Люди машут, прыгают, валяются, смеются еще припитрить. Происходят вот какие-то такие неадекватные вещи со стороны, вот, да. Ты думаешь, Бога чудные. Они не чудные, они просто отдали свои чувства, эмоции, воли в присутствии в Творцах. Просто отдали, понимаете. Вот нам вообще не следует осуждать никого. Понимаете? Если мы не понимаем, это не значит, что это что-то неправильное, странное, странное для тебя, для моего университета это странно. А для людей, которые знают своего Господа ближе, чуть ближе, чем я, да. Чуть ближе они допустили, чуть ближе они доверия ему, уровень доверия отдали ему. И Бог там такие вещи, такие происходят чудеса. Поэтому я верю, что Бог, Он просто благ, милость, Его силой, Его любовью, Его благодатью все живет, движется и существует. Поэтому Господь в какой-то момент вот говорит, Господи, мы ловили, ловили, не поймали. Сейчас ты что хочешь? Ладно, по слову забрось. Ладно, забрось. Иначе они не справляются, они не могут вытащить, они не могут. И вот Бог показывает свою милость, свою власть, свою силу, свою любовь, свою благодать. Знаете, вот, жизнь и жизнь с избытком. Избыток. То есть, избыток вот этого всего, да, рыбы, там, в одну луку мало, в другую, две начали тонуть. Эти ребята на помощь. Иисус так стоит, наверное, с берега при всем таком изобилии. Господь, будь собой, оставайся. Пусть еще больше благодати будет. Пусть еще больше. Он говорит, выйди от меня. Выйди, сладкий, выйди ты. Я человек грешный, я не достоин, чтобы ты здесь стоял. То есть, понимаете, какая реакция. Реакция человека. Почему она такая реакция? Вот мы бы сейчас, да? Вот Иисус бы реально в какие-то вещи. Господь сильнее, Господь выше. Господь супер. Это супер, да. Но есть отношения, через которые Бог... Начало мудрости. Страх Господень. А когда есть мудрость, когда есть страх Господень, там есть слава, жизнь, богатство. В притчах, да, 23-й, по-моему, а написано о том, что за мудростью следует слава, богатство и жизнь. Если есть мудрость, если есть страх Божий... Если есть благоговение, если есть отношение доверия, если есть уровень близости, приходит страх Божий. Приходит страх Божий – приходит почтение, приходит благоговение. Он что, он выразил свое почтение и благоговение? То есть перед этим человеком? Он понимает, через его слово я могу жить в космосе. Просто в улете. Что-то рыба. А мы сейчас такой бизнес развернем на этом берегу, да? Если вот этот Иисус будет каждый день слово говорить, то у нас это попрет и попрет. Вот так попрет, что, да? Заботы, пароходы и прочие вещи, это же будет уже все в нашей власти. А представляете, какой момент? Написано здесь, что они, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Этот бизнес, то есть переоцепка ценностей, переоцепка доверия. Потому что когда человек, помогаясь на себя, доверяет своим силам, доверяет своим желаниям, способностям, возможностям, здоровью и прочим вещам, да, доверяет. До какой степени мы сможем работать так, чтобы обогатиться? До какой степени мы сможем трудиться так, чтобы дети, сердца детей повернулись к родителям, сердца родителей к детям, отношения обогащения, отношения вот этого вот, ну говорят, да, ты же муж, ты должен обеспечивать. От момент обеспечения, насколько, насколько, понимаете, вот, когда мы трудимся, когда мы работаем, нам вечно зарплаты мало. Вот какая бы ни была зарплата, ее всегда мало. Почему? Потому что при умножении богатства умножается и потребляющий его. Находятся дырки, находятся лазейки, куда можно впихнуть. А потом появляется желание, вот, всю жизнь ездили на дачу, теперь можно на Мальдивы. Почему нет? Деньги позволяют, да? Почему нет? Всю жизнь ездили на огород ходили, да, пешком, а тут можно полететь на самолете. До огорода полчаса пешком, а тут на самолете полчаса. Полчаса на самолете. Дай-ка уже и улететь-то можно далеко, уже и отдыхать, можно и спать, и все, пожалуйста. Если умножается богатство, умножается и потребляющий его, умножаются вот эти вот, хотелки увеличиваются, увеличиваются. Может, где-то в чем-то обвижал себя, может, где-то это, а вот уже можно, и детей в Гарвард, и еще куда-то, да? Значит, в Таллинском технике в Гарвард можно, где-нибудь ездят, еще какие-то вещи. То есть, понимаете, умножается, умножается, умножается желание, умножается возможности, умножается влияние, умножается все, оно умножается. Но в тот момент, когда они унили, когда страх Божий пришел, уровень доверия настолько зашкалил, что они плюнули, побросали свой бизнес и пошли, а вы знаете, а кто-то его подобрал, а кто-то обогатился. Прославил Господа или нет, но во всяком случае богаче стал на тот сезон, на тот период. Ну понимаете, сезонный период это хорошо, но все сезонные периоды, они под контролем у Господа. Понимаете, и в любом сезоне, в любом периоде, если твой уровень доверия зашкаливал, как у Петра, ты обязательно скажешь, Господи, просто вот почтение, уважение, покаяние. Понимаете, потому что эти вещи, они показывают уровень доверия. Уровень доверия. Ну и что, ну подумаешь? Да, конечно подумаешь. Да, конечно подумаешь. Я же не украл, я же не убил. Ну подумаешь там где-то. Этот подумаешь, оно, оно говорит о том, что у тебя уровень доверия только до себя, любимого. Поэтому подумаешь. А я не могу подумаешь, я не могу сделать какие-то вещи, вот как брат свидетельства, он говорит, что вот я не могу, не спросившись, что это взять. Да. Другой сказал, мы здесь, мы здесь не гости, да, хозяин, а не гость, поэтому любой гость, пожалуйста. Да, то есть, нет же, опять же, мы понимаем, что уровень доверия, тесное отношение открывает нам тайны к познанию Бога, его сердца, его духа, его желаний по отношению до каждого из нас. По отношению до служения, по отношению до церкви. И поэтому, какую глубокую радость переживает душа, когда она практически познает смысл понимания, что можно начать заново. Можно начать двигаться в новом уровне доверия, и Бог будет открывать тебя больше, выше, лучше, сильнее, красивее. Почему? Потому что Бог желает обогащать, готовы ли наши сердца обогащаться, готовы ли мы принимать так, чтобы нас не порвало в гордости своей. Ну, потому что Он довидит наши сердца. И в какой-то момент мы чего-то не имеем, не из-за того, что Он не хочет, а из-за того, что мы не готовы. Он говорит, седьмой тебя порвет. Тебя, ты же от зависти лопнешь. Ты же, да, от гордости у тебя нос настолько задерется, что ты перестанешь близких видеть под ногами у себя. Да, тебе же потом не подъедешь, не на чем. Да? И поэтому лишний раз Бог просто вравнивает какие-то вещи. Он платформу, готовит для своего благословения, готовит платформу нашего сердца. Насколько мы готовы сказать, Господи, я человек с нечистыми устами. Господи, выйдет от меня, я человек грешный. В какой-то момент, Господи, я, да, исправь мое сердце, исправь мое отношение, исправь... Он говорит, знаешь, я хочу, чтобы вот так. Вот ты вот так вот доверился и просто полностью погрузился в мое присутствие. Поэтому очень важно иметь вот эту практику личного осознания Бога в твоей жизни. Осознание Его присутствия в любом месте, в любом деле, в любой ситуации, в любой момент. Вот когда люди каются, когда люди принимают Христа, я вам говорю, смотри. И задавай себе постоянно один такой важный вопрос. А как бы уступил Иисус? Вот читая Евангелие, мы можем узнать характер и сердце Христа. И в какой-то момент, в каких-то отношениях, а как бы он уступил? Интересно, а как бы он уступил? А что бы он сказал на это? А как бы он двигался, да? Там написано, ему плевали, его унижали, его оскорбляли. Он сказал, Господи, прости им, ибо не ведут, что творят. Это верх человеческого внутреннего достоинства. Это момент такого царского величия, я бы сказал. Момент такого внутреннего состояния, где он выше над всеми этими проблемами. Да, тело терзали, да, душу унижали. Понимаете, чувство, воля, эмоции – это душа. Но во душу наступали. Да ты вот так, про реки, трудай, вот ты же пророк. Но люди, понимаете, они готовы зацепить, они готовы как-то это. А у него было настолько вот этого царского величия, что он сказал, Господи, прости. Он был выше всего этого. А насколько мы выше всего этого? Насколько нам хочется ответить, да, в какой-то момент. Ну, правда, вот так и есть. У нас иногда вот эмоции не контролируются, и уже, да, и он смотрит. Слушай, уже интересный какой-то человек. Как вообще можно так? Ай, ты не верующий. А ты же верующий. Как ты мог так сказать? Это же верующий, как ты мог так произнести? Или там сделать что-то. Та верующий, не верующий, а прежде всего человек. А уровень моего доверия до Господа, он выливается во всю реакцию, которую мы имеем. Понимаете? Когда Павел говорит, у кого распри, у кого раздор, у кого заяц, у кого сплетни, у кого не плоскины мы. То есть уровень доверия, уровень отношений со своим создателем, уровень отношений с отцом, вы что не понимаете, какое кровь вы искуплены? Вы что не знаете, что у вас живет Дух Святой? Вы же храм Духа Святого. Алло, ребята, вы же храм Духа Святого. Павел мог возбудить ревность, сказать, привести человека до того момента и сказать, Господи, отойди от меня, я человек грешный. Ну, что сделал Петр, почему он так сделал? Ну, я не знаю, это рыбаки, они здоровые ребята, они вот сколько ловили, сколько вытаскивали. Насколько Иисус был здоровее, ну вот физически, да, но во всяком случае там есть кому ответить, если что. Вышел бы там из лодки или еще что-то, так сказать, слушай, идти отсюда пропадем. Таких много было в то время, таких много было, философов, знаете, бла-бла-бла всяких. Вот. Тогда первосвященник сказал, говорит, если вот поразим его, рассеять ему чайки, был уже один такой, 400 человек собрал, но поразили, они разбежались, рассосались. Ну, то есть все, и закончилось на этом его движение, течение, какие-то там духовные, бла-бла-бла. Так они и из-за этого же сказали, пусть лучше один пострадает, чем весь народ. Он в пророчестве так произнес, да, пусть один пострадает за весь народ, чем всем мы будем страдать, вот, некомфортно себя чувствовать в присутствии Христа. Потому что он пострадает, все, и со временем забудется и сгладится, и не будем это самое, заворачиваться. Ну, нет, так не произошло, потому что Господь, Он, Он просто отношения построил при жизни, а потом Духа святая, я говорю, Вам Духа святая, вот, да. Вы отношения построите, и Вы будете иметь этот уровень доверия, через который Бог просто будет выводить. Вот сегодня мы молились, говорили о этих чудесах, которые должны, должны сопровождать, о знамениях. Там, да, люди этого мира, они, они тоже чудеса устраивают, тоже знамения, тоже шоу, тоже еще какие-то вещи. Но вы понимаете, чудеса и знамения в присутствии Божьем, или чудеса и знамения без, без Бога, две большие разницы. Мы не хотим этих чудес и знамений без Его присутствия. Лучше пускай их вообще не будет. Лучше я ни одного чуда не увижу в своей жизни, но я буду знать, что присутствие Господа моего, оно со мной во мне. Что осознание на уровне разума, на уровне Духа, Души, давно знамое. Потому что, если вдруг не случится этого осознания, Павел говорит, как не имели его в разуме, так и предал Бог превратному уму. Так и начали на все, что движется, прыгать, скакать. То есть, вот эти вещи, они, понимаете, они вроде плотские. Вроде люди начали свои плотские хотелки, ну как бы, да, естественные, противоестественные заменили. Пятый, седьмой там пишет, да, вот эти все вещи. Почему? Почему на уровень плоти перешло? Потому что на уровне сознания не было. Да почему бы осознанности присутствия в Божьем? Потому что через осознанность приходит доверие. Через доверие вытекает отсюда радость, мир, благодать, сила, слава. А потом, когда это присутствие переполняет тебя, оно выливается на окружающих. То есть, те поступки, ту реакцию, то какое-то вот состояние твоего сердца, оно выплескивает в тюрьму, да? Интересно. А как это вот ударили по одной, подставили в другую, да? А вот так. А вот так. Это когда ты будешь близко в отношении с отцом, Господь в силу тебя. Я понял. Я понял, почему вот это произошло. Только потому, что ты допустил, чтобы я не завел курок. Понимаете? И когда мы попадаем в какие-то ситуации, почему это так было? Почему? Это почему? То почему? Да не почему, а для чего. Если сердце твое не приготовлено, оно будет приготовлено. Бог сделает. У него кутей хватает, чтобы приготовить. Поэтому секрет результативности, секрет результата отношений мы видим во внешней ситуации нашей. Насколько мы довольны, насколько мы миролюбивы, насколько мы радостны, насколько мы счастливы. Насколько благодати, силы, милости, любви в нас достаточно, чтобы быть людьми благочестными и довольными. Потому что эти вещи, они выходят из отношений, из уровня отношений. Я верю, что в новом году мы выходим на другой уровень, на новый виток. И вот эта культура поклонения, культура почтения, культура уважения, она будет перетекать с неба, если мы его уважаем, если мы его почитаем, если мы начнем друг друга так же. Он как говорил, тот, кто хочет быть высшим в царстве и небесном, тут немножко другая ситуация. Здесь люди правят, и начальник, и одурак. А там, кто хочет быть высшим, тот будет другому слугой. Поэтому пусть Бог благословит нас, иметь правильное отношение. И через эти отношения иметь благословенные отношения друг с другом, благословенное время, где бы люди, видя наши отношения, ибо почему он знает, что вы мои ученики, если будете, иметь любовь между собой. А любовь это уважение, почтение, отношения, ситуации какие-то, да? Мы вчера тоже были вот на этом среди служителей, я зачитывал такое местописание, где один другого ободряет, один другого вдохновляет. Вот, и эти моменты, они дают нам возможность быть, быть в таком, знаете, моменте, где нас поддерживают, поймут, укрепят, вдохновят, наполнятся, двигаться, чтобы его любовь, милость и благодать, она наполняла нас. Пусть Бог благословит нас. Аминь.